всем привет с вами ирина в этом видео я хочу вам показать как изменились мои подростки да вот эти растения которые мы заказывали у швертера на примере вот этой вот орхидеи шки хочу показать вам как вырос у нас отлично листик вы видите полноценный лист вырос и причем я вам скажу буквально за но чуть больше чем за месяц вот вырос вот такой вот замечательный листик потому что растение имела два таких вот ну как бы три до три основных таких листика я вот эти маленькие не считала потому что вы видите что они такие крошечные основных у нас было три листика и растение сейчас отрастила еще один полноценный большой листик более маленькие растения вот такой вот то я взяла как бы для примера вам показать чтобы вы видели просто вот это немножко меньше размером растения у него листик чуть чуть меньше но мы также растим очень хорошо листики и таких растений очень даже много корешки у нас отличные растения укореняется потому что горшочек вы знаете это чуть чуть больше чем те в которых они приходят имею ввиду растения приходят от швартера в немножко меньшем горшочки я их пересадила в чуть чуть больше горшок для того чтобы растение уже абсолютно здесь нормально укоренялась чтобы нормально заполнила горшок своими корешками вот вот такое вот растение которое у меня уже с цветоносом я его вам показывала цветоносик у нас вот он нас к сожалению сейчас солнышко нету вот видно видно вот наш цветоносик он уже так хорошо показывает свой клювик на вот дела в том что вот это вот орхидейка она тоже посажена в такой же горшочек да как и все вот и мы там же укореняемся корешки разрастаются по всему горшочку отлично вот и я думаю что вскоре после того как мы уже подрастим цветонос сейчас я не хочу тревожить это растение почему потому что я их и так недавно пересаживала поэтому пока что они у меня останутся именно вот в этих горшочках для того чтобы нарастить корни именно в этом горшке после того как я увижу что по горшку пошло больше корней то бишь растение у нас нормально укорениться вот тогда мы с вами сможем уже пересаживать немножко другие горшочки мне очень нравятся горшки как которые я вам показывала вчера в предыдущем видео я вот здесь вот вверху поставлю подсказочку вот там растение мето я вам показывала не безумно понравились их не горшочки они в диаметре по моему 9 сантиметров они не широкие то есть они такие же самые как вот этот горшочек но они ровные и чуть чуть выше а этот горшочек получается как бы наполовину меньше вот так что когда мы заполним корнями вот эти вот горшочки я бы конечно хотела пересадить их вот в те именно горшки которые есть у швартера потому что они мне очень нравится потому что они высокие они отлично помещаются ну по крайней мере в мои лотки то есть мне очень-очень нравится и это очень удобно у нас кстати вышла солнышко супер я только про него проговорила что у нас прохладно нету солнышко и тут вышла солнышко отлично а вот и также меня спрашивали чем же я пользуюсь чем я удобряю потому что я не один раз уже говорила что я использую сейчас в период роста активный период роста растений когда растения растят листики и корни я сейчас использую удобрения с повышенным азотом почему потому что азот способствует намного больше как бы делению клеточек но и растение растет еще намного лучше вот я вам покажу что я использую я использую естественно удобрение я вам показывала зеленый дом для орхидей вот так же в промежутках я это делаю чередование так как эти растениями нужно поливать чаще немножко дачем обычные стандартные если я обычные орхидеи поливала там плюс минус один раз в неделю но у меня как бы получалось на выходные вот то эти растения мне нужно поливать раз в четыре раз в пять дней соответственно я вам не могу сказать что вот в это воскресенье мы удобрили одним удобрением на следующее просто водой а на следующее еще воскресенье мы там другим удобрением поэтому я вам говорю так приблизительно плюс минус четыре дня 5 я смотрю уже по состоянию корней и смотрю по самому горшочку если горшочек у нас очень уже стал легенький да вот этот тяжелый что мы видим что здесь вот есть еще влага этот вот даже водичкой капает из него еще вот вот этот горшочек более сухой вообще легенький вот так что нужно просто смотреть уже непосредственно по самим растениям так вот я вам покажу чем я чем я пользуюсь я использую пока что пробую самые простые недорогие удобрения в принципе есть конечно же и достаточно хорошие удобрения но они на порядок будут конечно же дороже а вот я в данный момент тестировала вот такое вот удобрение с повышенным азотом и хочу вам сказать что но мне очень понравилось оно простое оно недорогое его цена по моему около 14 гривен она стоит я его покупала по моему в новой линии вот но это удобрение есть практически во всех магазинах я непосредственно для орхидей да вот мы видим что у нас тут есть даже надпись для орхидей а вот там есть маленькие бутылочки есть побольше я взяла побольше потому что у меня достаточно много орхидей вот я делаю полив у меня очередованием один раз я полила вот этим удобрением с азотом следующий значит полив у меня будет просто вода потому что растению тоже нужно давать простую воду пить так дальше я использую использую еще вот такое вот удобрение тоже но мне очень нравится гуану также зеленый дом но ребят я хочу вам сказать что это удобрение также сама какие удобрения для орхидей но имеет очень сильный запах так покажу запах конечно вы не услышите через видео вот вот такое вот она там коричневая ну аромат ребят такой серьезный такой серьезный вот даже не знаю чем вам сравнить но такое ощущение что знаете вот замочили навоз размочили его да и вот этим вот полили но такой серьезный серьезный такой стоит аромат вот но я смотрю что в принципе растения растут корешки у нас отлично растут растения укореняются листики растут то есть в принципе все абсолютно нормально также у зеленого дома есть и для цветущих вот здесь 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 не то ли будет видно так поближе покажу так чтобы могли нажать на паузу просмотреть не хочет очень камера сфокусироваться есть и здесь вот у нас есть полностью состав написан этого удобрения принципе я этим удобрением поливаю большинстве свои растения которые петунии которые у меня стоят на окошке вот но также я им сейчас начала поливать те растения которые у меня растут растят цветоносы так что посмотрим что из этого получится но в любом случае чередовать нужно нужно пробовать разные удобрения вот потому что у каждого удобрения совершенно разный состав если простое удобрение для орхидеи но универсальная да то есть у него все составляющие скажем так поровну да то есть к примеру там 20 20 20 да а если мы берем с повышенным с повышенным составом азота да так мы видим что у нас идет так не очень хочет фокусироваться идет 40 20 20 то есть здесь у нас повышенный азот вот так же и для цветения там уже совершенно другая формула так что тоже обращайте внимание на состав удобрения потому что это тоже немаловажно и в каждый период роста все-таки желательно использовать разные удобрения не только поливай там одним удобрения вот потому что мне сказали что вот вот это удобрения хорошие я им поливаю если вы разберетесь в удобрениях если вы научитесь правильно поливая тогда конечно желательно использовать несколько удобрения но если у вас нету времени нет желания и нету возможности читать про удобрения да как лучше удобрять, конечно, тогда намного проще использовать самое простое, вот это 20-20-20, оно универсальное, и не нужно париться, что будет расти, и как бы, ну, растения будут получать всего, как бы, поровну, да, всех, все эти микроэлементы, вот. Но если вы хотите немножко, чтобы ваши растения, ну, скажем так, лучше росли, быстрее росли, тогда вам нужно, конечно же, изучать состав удобрений и подбирать, потому что в период роста вообще очень хорошо поливать удобрением с повышенным азотом. Также неплохая штука Радифарм, и, между прочим, когда у меня девушка недавно где-то, ну, возможно, может, месяц назад спрашивала из Италии, что я могу порекомендовать ей вместо удобрения, да, и так, чтобы растение хорошо росло и укорнялось. Вот я и посоветовала непосредственно Радифарм, почему? Потому что вот эта вот фирма Валагро, это Италия, то есть это производство Италии. Вот, и девушка не нашла. Я тогда задумалась, как так, что у нас на Украине, ну, продают, да, Радифарм, а вот, а на самом деле его в Италии нету. Но, как оказалось, я в группе нашла еще одну девочку из Италии, я у нее спросила, и девушка ответила, что он у них в продаже есть, и проблем с Радифармом в Италии абсолютно никакого нету. Так что, ребят, я, в принципе, успокоилась и убедилась, что Радифарм действительно итальянский, вот, единственное, что, ну, как бы дистрибьютор, да, и разлив уже наш украинский. Есть разные производители, не то чтобы производители, а дистрибьюторы, поэтому упаковочка Радифарма может, конечно же, отличаться. Конечно, в идеале покупать литровую баночку, она получается намного выгоднее, но и цена, конечно же, на нее намного дороже. Вот, я нашла, кстати, опт неплохой по Радифарму, так что, если кому-то будет интересно, можем подумать и собрать заказ на Радифарм. Там есть, по-моему, Мегафол. В Мегафоле, кстати, повышенный состав идет азота, вот, и Мегафолом очень хорошо опрыскивать по листу. Это для тех, кто любит опрыскивание. Вот, я, кстати, опрыскивание очень люблю. Мне проще опрыскать все растения, чем протирать листики, потому что, когда растений очень много, протирать каждым листики, это занимает очень много времени. Ну, я думаю, я максимально постаралась ответить на ваши вопросы. Если, конечно же, еще у вас какие-то вопросы возникнут, пишите под видео, постараюсь ответить на все ваши вопросы. Ну, все, спасибо вам огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока.